Челики, день шестой. Мы идем сдавать бутылки, чтобы заработать себе немножко денег на проезд до Октоберфеста. Сегодня мы планируем посетить Октоберфест, погулять по городу, благо дождя наконец-то нет, заснять немножко интересных видосов для вас. Но первое, что мы должны сделать, это все-таки сдать стекло. Мы не уверены, что сможем. Посмотрим. Это какой-то знак дегенерат, я не понимаю, зачем делать такой угол. Ну, то есть просто не могу понять, в чем смысл. Мы пришли в магазин, где стоят такие вот аппараты. Эти аппараты созданы для того, чтобы в них кладить бутылки, получать за это деньги. Я не знаю, сколько за это дадут, но в принципе, любая цена нон, но если, допустим, будет 25 центов, как за банку Rockstar, то это просто очень много. Давайте попробуем. У нас четыре разные бутылки, а дома две коробки. Ох, ёпта. Это было страшно. 8 центов. Ну, конечно. 8 центов это не серьезно, но учитывая... Выгодно покупать Хакер Пшор. Теперь Хофф Брау. Оно как-то рассчитывает... Хофф Брау очень тяжелые бутылки. Хофф Брау тоже 8 стоило. Ну, понятно. Ну, ладно. И Кромбахер? Кромбахер маленькая, и она... Еще 8 стоила. Да, ну, в принципе, учитывая, что за три бутылки мы получили 39 центов, у нас их 40. В принципе, нормально так бабла можно поднять. Такие дела. Нажимайте на кнопочку. Вот, даже чек дали. По-моему, это все. Сумма. Возможно, нам теперь надо с этим идти на кассу. Возможно. Или это реально мы платим? Куда нам это заплатить, интересно? Никуда, сваливаем. Итак, мы, значит, создали бутылки. Там выпал чек. Мы его принесли на кассу, и нам дали деньги. Все просто. То есть... В принципе, можно ехать в Германию с огромным сетчатым пакетом и собирать бутылки по улицам. Нормально. Че нас обгоняют? Да щ... Это был локер. И вот мы вновь у речки, которая выглядит как говно, но теперь немножко в другом смысле. Что же мы здесь делаем? Мы вернулись к Deutsche Museum. Почему мы сюда вернулись? В прошлый раз мы сказали, что за 11 евро можно купить на Tower Fest пиво и сушку. Но мы решили, что, во-первых, пиво, кружка пива, это все-таки... А в музей сходить... А во-вторых, сушку нельзя купить за эти деньги, только пиво. Такие дела. Погнали! Так, мы купили билеты, так и не выглядят. Такие длинные штуки. Вот тут штрих-код. И это стоит 22 евро. Подожди-ка. Да, это коза. Странно. Прототип первой секс-машины. Салют всем серферам. Вот он. Ох, как это страшно. Нам, наверное, показали, что будет, если не выключить утюг. Выключите утюг, когда вы выходите из дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы можете положить сюда 1 евро, после чего можете взять отсюда кирпичик, который вы можете и так бесплатно взять. Это стекло с педалью. И в этих божественных табличках объясняется, что на него можно наступить. Но что-то мне страшно наступать. Просто посмотрите на это. Оно не выглядит так, как бы на него могу я наступить. Я попробую, ладно. Не-не, но... Да, я действительно могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это... А провод. Как он вдувает, он стекло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы нашли самый странный экспонат немецкого музея. Здесь просто 2 камеры. И одна из них обида, стекловатый. Интересно, как это работает. Новый, 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 новый год Все мечты исполнит Новый, 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 новый год Мы, собственно, сейчас стоим на крыше, по сути, немецкого музея. И он действительно... Ну, в основном случае, большинство его залов восхищают своими экспонатами. Там действительно интересная техника. А вот это, собственно, здесь расположены всякие штуки, по которым мы можем смотреть... ...вычисления по солнцу. Но солнышко за облаками, в итоге тени нет вообще. И все это выглядит, как царапанные камни. Здесь все равно классно. Ну че, бля, ебать, туда-сюда, кефир, гантели. Ща внутри, под метаном, мы сидим под тем. Субтитры сделал DimaTorzok этот лунный грудь выглядит как говно вот тут у нас такая небольшая стенка статистики типа что выше для чего находится то мы видим какой-то спутник тут у нас летает воздушный шарик тут у нас самолет а вот тут мы можем увидеть качество нашего контента сейчас мы находимся в самом интересном разделе музея математический тут куча всяких шикарнейших интересных штангенциркулей и тут просто тонна и тут реально металлолом и самое интересное это штуки которые позволяют с помощью элементарных конструкций рисовать очень сложные всячески ломанные дуги и тогда особенно мне нравится вот это твое лицо когда ведешь важное исследование мы провели исследование поняли почему колеса не квадратно я выиграл это пакет в котором находится 150 тысяч транзисторов круто да вы наверное думаете что она полетела но это обман там веревочка да вот так а это у нас винт чтобы самолеты ходили быстрее для тех не пол это отсылка первыми скрытые шутки где назвал винт пропеллером и сказать что для того чтобы корабли быстрее плавали ребята это на самом деле не так так и все понимаем как летал вот это вот пачка сигарет раздолбана мы только что вышли из дочь музеем что можно сказать он действительно огромный то есть сколько шесть этажей еще минус это ну получается около семи этажей около чтобы посмотреть все штуки которые в этом музее есть досконально потребуется наверно больше недели потому что очень много текста там у каждого экспоната блин можно маленькую брошюрку вешать то есть реально вся стена исписана текстом маленьким я думаю вы это заметили вот а вот мы так чисто пробежать посмотрели кнопки потыкали ки нашли это кстати очень прикольно интерактивные штуки есть вот всем кто будет мне советует музей посетить если вы студент советую взять с собой студенческий билет даже если на русском неважно скидка огромная то есть мы заплатили 11 евро студенческим билетом он стоит 4 евро это очень дешево потому что в нем можно при спал на полдня зависнуть очень много интересных штук вот поэтому обязательно если у прийти мюнхен не пропускать такую возможность все-таки самый большой музей европе до технический в мире вообще вот так мы тут в этом музее потратили в общем-то весь день поэтому актер файса сегодня не будет в пост продакшене шутки добавим у меня есть все